Приветствую друзья! После какого-то совершенно невероятного успеха среди динамических и планарных решений в компании Рабго решились на следующий шаг. Выпустить наушники, в которых бы гармонично сочетались динамик, балансная арматура и современный пьезоэлектрический драйвер. Как результат у меня в руках их новая трибридная модель Рабго Бридж. Где, помимо обещанного, производитель установил систему из двух переключателей, а также наделил наушники аж тремя сменными фильтрами, полностью перестраивающими весь баланс частот. Модель реально очень интересная, так что есть о чем поговорить. Собственно, поехали! Пришли наушники в небольшой, но тяжеленькой картонной коробке с изображением героев обзора и списком их основных достоинств. Среди которых нужно отметить пятидрайверную трибридную конструкцию из двух динамиков на 10 и 6 миллиметров, двух же кастомных балансных арматур и 10-мм пьезоэлектрического драйвера, рассчитанного на малые токи. Причем импеданс всей этой конструкции составляет 17 или 34 Ома в зависимости от положения второго переключателя при чувствительности в 105 или 109 дБ. Внутри коробки я нашел инструкцию и довольно вместительный бокс. А уже в нем лежали наушники, две пары сменных фильтров, иголочка и два набора силиконовых амбушюр с белым и синим сердечником. Качество насадок как всегда прекрасное, да и чехол прямо скажем приятно удивляет. На ощупь кабель гибкий, слегка липкий, с L-образным пластиковым штекером, вилочными коннекторами и сопротивлением на каждой из жил равным пол Ома. Ничего так сказать особенного, но пользоваться таким вполне можно. Сами чашечки выполнены из металла, с большим отверстием на внутренней части и внушительной такой сеточкой снаружи. По центру которой расположилась напоминающая винилокружность и два ребра жесткости, внешне напоминающие букву Х. Также на внутренней части находится средний по габаритам звуковод со сменными бортиками. Они же здесь выполняют роль фильтров. Всего их нам приложили три пары. Серебряные, черные и золотые. Ну и на заднюю часть вынесли два тумблера, где первый отвечает за количество высоких частот, а второй переключает гейн наушников. Да, вот так не совсем очевидно. Зато смотрится все это стильно, в ушах модель сидит удобно, ну а насадки это просто шедевр. Ничуть не хуже моих любимых КБ-07. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый, как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,13%. Что просто превосходно. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7,5 дБ с пологим таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, пик имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего пиками на 10, 11, 17 и 20 кГц нам возвращают звук в воздух и слегка подчеркивают высокие частоты. Между насадками, как видите, отличия прямо еле уловимые. Использование первого и второго переключателя смещают нас в пределах одного дБ и тоже какой-то существенной роли не несут. А вот сменные фильтры действительно изменяют звук. Наиболее спокойный и сбалансированный, на мой взгляд, дают серебряные фильтры. Черные усиливают высокочастотные пики на 3 дБ, а золотые докидывают сверху еще 1 дБ, то есть они самые яркие и самые агрессивные. По характеру настройки, если брать серебряные фильтры, это немного напоминает Симгот ЕМ6Л, то есть классическую кривую Хармона. Но еще больше это похоже на старые добрые Кенера Ходор. Только нижняя середина здесь куда скромнее. Что сказать? Интересное решение, которому можно придать фирменные черты звука Кенера или наболтать, так сказать, яркости, чтобы было на уровне кривой диффузного поля. Дополню по настройке. Признаться, смотря на всю массу полученных мной изменений, я первое время откровенно недоумевал. Зачем столько, если разнос всего плюс-минус 1 дБ. Но после того, как начал их непосредственно слушать, сообразил. На самом деле здесь все очень просто. У нас всего три вида фильтров. Серебряные дают самый лучший баланс, черные пригодятся тем, кто хочет звук поярче и агрессивнее, ну а золотые для тех, кто ставит на прорисовку материала. Я из этого естественно выбрал сбалансированный звук серебряных фильтров. Яркость иногда конечно хорошо, но на постоянной основе она начинает напрягать. Да и столь высокие перепады уровня не слабо так маскируют нижнюю часть средних частот. То есть сначала мы выбрали фильтр и уже после этого начинаем щелкать тумблерами. Второй как мы знаем переключает гейн. В выключенном состоянии наушники чуть легче раскачиваются, зато во включенном звучание кажется чуть более собранным и грубым. Первый же к уже полученному результату может добавить легкой искристости. Тут на ваш вкус. Я лично оба переключателя выключил. Ну и последняя стадия. Выбор насадок. Белые на мой взгляд заметно так подбирают басы, тем самым акцентируя верхнюю часть диапазона. Ну а синий предельно сбалансированы. Следовательно серьезный выбор перед нами стоит только в плане фильтров и возможно амбушюр. Переключатели это скорее приятный довесок, позволяющий чуть-чуть довести полученный результат до идеала. Само же звучание здесь с небольшой добавочной массой, чуть теплое, с отличными скоростными показателями, четким ударом и подчеркнутой микродинамикой. Раб Габрич скорее про четкость, точность и разрешение, чем про экспрессию и максимально возможное погружение в материал. Такие немного тяготеющие к сухой нейтральности, но в достаточной степени выразительные, мелодичные и с неплохой передачей эмоциональной составляющей трека. Низкие частоты сильно в глубину не уходят, зато они хлесткие и текстурные. Нижняя середина слегка поджата, а вот вся верхняя часть этого диапазона, наоборот, предельно выражена и хорошо так подсвечена. При этом вокал прямо в лицо нам не выдвигается, есть некоторая свойственная мониторному звукусдержанность, а высокие частоты ограничены примерно 13 килогерцами. Далее они, увы, прямо еле ощущаются. Впрочем, и этого достаточно, чтобы передать весь спектр тарелочек, колокольчиков и их высокочастотных резонансов. Главное, что ничего не режет, не сыпет и не пилит. Причем открытая конструкция тоже добавляет свои ограничения. Да, атмосфера тут действительно очень естественная, хороший упор на разделении и прорисовке инструментов, но именно по этой же причине бас играет как бы насквозь, а само тело инструментов кажется легковесным. Например, сравнивая их лоб в лоб Симгот ЕМ6Л, последние ощущаются намного сочнее, объемнее и гораздо собраннее. А герои обзора на их фоне более прозрачные, атмосферные и, я бы даже сказал, эффектные. Уровень же у них при столь разном подходе примерно одинаковый. Зато у нас идеально чистое, детальное и максимально четкое звучание. По стилистике все тоже просто волшебно. От грязных гаражных проектов и панка до студийного джаза и даже академической музыки. То, как они рисуют пространство сцены в глубину, это вообще отдельное удовольствие. С хорошим позиционированием, динамикой и прекрасной прорисовкой даже с самых дальних планов. Суммарно звучание тут идеально сбалансировано, без стыков или каких-то ощутимых переходов между излучателями. А само музыкальное полотно может похвастаться высоким уровнем прорисовки, гармоничностью и приятной слуху мелодикой. И если вам по душе хороший такой напор и текстурность в сочетании с атмосферностью и высокой динамикой, то это вот прямо оно. Единственное, они по традиции весьма требовательны к источнику. От того, чтобы раскрыть модель, так сказать, на максимум, вам понадобится хотя бы 100 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. А еще лучше хороший стационарный усилитель. В остальном это довольно универсальное решение с возможностью еще и подогнать звук под свои личные музыкальные предпочтения. Итогом. Трибридные пятидрайверные наушники Рабд Габридж. Удобно сидят. Насадки в комплект положили шикарные. Целых три разновидности настройки, в том числе и схожая с хармоновской кривой. Два переключателя для тонкой подстройки и приятное слуху открытое звучание. С упором сразу и на прорисовку нюансов и на его мелодическую составляющую. Полного погружения здесь, на мой взгляд, нет. Но атмосфера и передача эмоций на высочайшем уровне. А как тут звучит все мультиинструментальное, это вообще сказка. Но стоит признать, что из-за особенностей конструкции как-то маловато здесь глубины баса и не такое насыщенное, как у тех же Ходор, тело звука. В остальном шикарные наушники для тех, кому нравится техничность, высокое разрешение и естественный такой непринужденный характер звучания. Мне лично модель понравилась, хотя я люблю бас пожирнее. Достойное, на мой взгляд, решение как раз в духе Рабдга. А на этом у меня все. Это были наушники Рабдгабрич. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова